Привет, как дела? Сегодня я вырядилась в пижаму, потому что тема сегодняшнего видео холода в Англии. Некоторые мои подписчики спрашивают, а правда ли, что там в каждом доме плесень и очень холодно зимой особенно. Да, это правда, не буду отрицать, но есть исключения. Скажем так, зима в Лондоне очень холодная, даже несмотря на то, что там плюс 4, плюс 6 градусов зимой. Я не говорю вообще про всю остальную Англию, потому что Лондон всё-таки мегаполис, и, естественно, температура воздуха там намного выше, чем в обычных маленьких городках, а особенно на севере и в Шотландии. То есть про Великобританию я ничего не буду говорить. Вообще все мои ролики в основном про Лондон, потому что я жила только в Лондоне. Да, я путешествовала, пару дней где-то проводила в Шотландии или на севере Англии, но там как бы в отелях там отапливается, то есть нету такой проблемы в основном. Даже в таких дешёвых отелях, в которых я всегда останавливалась, не было проблемы с тем, что мне было там холодно. Поэтому про отель я не буду ничего рассказывать, а вот про дома, где я жила, сегодня как раз-таки расскажу. Первая моя зима как бы прошла мимо меня, потому что я приехала в Лондон уже в январе, 30 января 2011 года. Это мой был первый день проживания в Лондоне к брату в дом. Ну, зима как бы там уже прошла, начиналась весна. Зима в Лондоне считается, наверное, декабрь и январь. А конец января это уже можно относить к весне. Но могу рассказать, как мой брат отапливал свой дом, тогда ещё у него не было жильцов. И мы жили с ним вдвоём, я делала ремонт, он ходил на работу. И да, там я мёрзла, потому что, в принципе, по идее, мой брат, так же, как и я, всегда логически старался думать и следить за всем в пользу экономии. Ну и не загрязнение и сохранение окружающей среды, естественно. И он отапливал свой дом только 2 часа в день. Это было утром, когда он собирался на работу, то есть часов в 6-7 дом протопился. И, в принципе, тепло сохраняется. И вечером, когда он приходил с работы, он включал отопление. Ну, конечно, если я сидела дома, я тоже на час, на два включала, потому что мне было очень холодно. Но так-то я ещё же ездила на курсы английского языка, то есть, в принципе, целый день меня не было дома. Единственное, что в выходные приходилось чуть-чуть подтапливать в другие часы, не только утром и вечером, но и днём, если мы сидели дома, если мы никуда не выходили. Потом, когда я уже в следующем году жила в Вимбелдоне, я там снимала небольшую комнатку. О моей частной жизни в Вимбелдоне я тоже буду рассказывать. То есть мне удалось пожить дважды отдельно ото всех. Это в мой второй год жизни в Вимбелдоне и в мой последний год, когда я училась на MBA, я уже снимала сама студию, и об этом я тоже и сегодня, и впоследствии буду рассказывать. И вот в той самой комнатке, которую я снимала за 90 фунтов в неделю, я зимой ещё доплачивала за отопление отдельной статьёй, по-моему, где-то 15-20 фунтов, в зависимости от того, сколько мы вместе с моими соседями нажгём электричество. Я-то, конечно, всегда экономила. Ну, у нас было там более-менее центральное такое электричество, но соседи, допустим, постоянно крутили машинку, постоянно что-то готовили. Я в этом плане всегда экономлю, всегда поменьше стараюсь использовать природных ресурсов, если я могу обойтись без этого ещё несколько дней. И, допустим, бельё я собирала так, что у меня там за 2 недели накапливалось, допустим, или за 3 недели и стирала раз в месяц. Готовить я в том именно доме, когда я жила отдельно, и когда я экономила свои уже личные деньги, мне приходилось часто. Но о еде и о готовке это всё я буду рассказывать в другом ролике. А также меня просили показать цены, потому что люди не верят, что в Лондоне примерно такие же цены, как и в России, на продукты. Как только я поеду в Лондон, обязательно для вас сниму цены в магазине, чтобы показать и доказать, что реально там иногда даже дешевле покупать те же фрукты и овощи, которые у нас тут стоят бешеные деньги. Но пока не буду углубляться. Сегодня про холода. Итак, холода. Значит, в моей комнатке в Мбелдоне были очень тонкие окна. Там всего лишь одно стекло было, которое до конца, в принципе, и не закрывалось. Ну, там, в общем, очень сильно дуло из всех щелей. Я попыталась это чем-то как-то заклеить, но, конечно, это сильно не помогало. Пару раз, по-моему, я там поболела простудой. Как раз по тем временам выпадал снег, и, в принципе, зима была достаточно холодная. Поэтому даже моё зимнее пальто, которое я привезла из России, пару раз мне пригодилось вот именно только в тот год, 2012-й, по-моему. И после этого ни разу не надевала я своё зимнее пальто, потому что пальто в России я надеваю, когда тут минус 20. А там было всего минус 8, минус 10. Но там это ощущается настолько холодно. У себя просто до мозга костей охватывает этот холод, потому что там постоянные ветра, там очень мокрый такой сырой климат, и нету снега. Ребята, я сделала вывод, что оказывается, когда в Лондоне нету снега и минус 4, это ощущается точно так же, как у нас в России, минус 20, и есть снег. То есть снег как-то прогревает воздух, и не ощущается такого промозглого холода, прямо сжимающего до костей. Поэтому в Англии я постоянно куталась всем, чем можно, хотя мы вроде бы как бы люди закалённые, из России, и мне все англичане говорят, да ты же из России, там же у вас ещё холоднее. Я говорю, нет, ребята, у вас холоднее. У нас очень тепло, если есть снег. Кстати, вот в этом году в Питере нету снега, и я ощущаю, как будто я живу реально в Англии. Но здесь не хватает солнышка, я уже об этом говорила. В Англии хоть раз, хоть два раза в день бывает солнышко. Хотя сегодня вот у нас небо голубое, и уже у меня, видите, активность и энергия прёт. А вот когда, конечно, тускло и пасмурно, ничего не хочется делать в этом городе. Итак, после Вимбелдона я поехала в свою первую семью. Это была индийская семья, где я ухаживала за двумя маленькими девочками, и клинила в основном их хаос. Об этом я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. У меня была своя комнатка, и, в принципе, дом отапливался очень хорошо, потому что там жили две маленькие девочки. Естественно, родители будут топить, чтобы они не болели и не подцепили какую-либо простуду, потому что надо ходить в школу, родителям надо работать. Вообще, я сделала вывод, что если у тебя есть деньги, никакой плесени, никакого холода в твоём доме не будет. И богатыми, я считаю, именно тех людей, которые имеют возможность отапливать свои огромные дома. А у них 4-5 этажей. И если я за одну комнатку платила 20 фунтов в день, иногда и такое было. Ну вот в последний момент, об этом я тоже чуть-чуть попозже расскажу. Какие разные бывают расценки за отопление, даже в одном только Лондоне. Так вот, чтобы протопить огромный дом, это, мне кажется, тысяч 5 фунтов можно потратить только за один месяц. Значит, они, в моём понимании, были богатые люди, которые имели возможность отапливать свой дом целиком и полностью. Там я у них никогда не мёрзла. Следующий дом, в который я переехала, это вот из среднего, высшего класса, и даже уже больше подтягивающегося к высшему, высшему классу, семья, где я работала с собаками. Там они тоже отапливали огромные хоромы свои. И так как я жила на самом верхнем этаже, весь пар, весь всё это вот протапливание приходило ко мне наверх. И я там просто парилась так, что иногда даже с открытыми окнами спала зимой. А уж летом, я не говорю, там было очень жарко, прямо парилка. Поэтому эти люди для меня считаются очень богатыми, потому что они могут протопить такой огромный дом и постоянно держат его в тепле. Кстати, по поводу богатства, никогда, нигде, ни в каких домах я не видела у богатых людей каких-то драгоценностей, мехов, шуб, и каких-то дорогих одежды и обуви. Всё это хранится где-то в другом месте, если оно вообще есть. Многие богатые люди просто арендуют на какой-то выход и платье, и обувь, и костюмы. В общем, так-то я не шарилась, конечно, по домам, потому что это против моих правил. Я не могу залезть в кому-нибудь в шкаф и поковыряться, что там есть. Где я работала, куда надо было складывать вещи, это была моя последняя семья, о ней я сейчас буду рассказывать тоже. Ну, там тоже ничего в шкафах такого я не видела, чтобы были какие-то драгоценности или лежали деньги. Всё это хранится у них в отдельных ячейках, скорее всего, в каком-нибудь банке, если у них это вообще существует. Там немножечко другие понятия богатства. Там богат тот человек, кто часто путешествует, кто имеет возможность отапливать дом, кто имеет машину, ну и какие-то другие привилегии, они не вот эти вот цацки. Поэтому для меня это тоже, как бы, я не считаю признаком богатства, если у тебя там куча бриллиантов, а по сути ты никто. То есть там, наверное, так скажем, статус – это своё самое главное богатство. И вот моя третья семья, о которой я вам ещё не рассказывала, но скоро расскажу. Там я ухаживала за двумя детьми, мальчиком и девочкой, которым было 10 и 12 лет. Там жил один папа, это я уже тоже потом расскажу. Мама умерла от рака два года до того, как я пришла к ним в дом работать. Всё было хорошо у нас в этой семье, но отопления там не было. Отопление было примерно так же, как с моим братом. И на тот момент я уже сама научилась регулировать и включала, когда мне это надо было. А папа приходил с работы и выключал, потому что он такой же был скряга, как и мы с мамой. Ну, мы нашли друг друга в плане того, что мы любили экономить на всём. Он, конечно, был из среднего-среднего класса, он был финансист, работал в банке, поэтому мог позволить себе платить и за электричество, и за отопление большие деньги, но так как он был единственный родитель, а ему за школу надо было ещё платить за двоих детей, это очень большая сумма набегала. Конечно, ему тоже приходилось экономить. Помимо этого он ещё и мне платил копеечку за то, чтобы я ему помогала с детьми. Поэтому, конечно, приходилось ему экономить на всём так же. Чтобы жить в Лондоне, я тоже на всём экономила. И вот у него в доме я вот как раз-таки уже перешла на пижамки, потому что я вижу, что он выключил отопление, а я внизу, у него я жила в цокольном этаже, и там, конечно, не было такого отопления, как у них наверху. Наверху они там тоже парились, скорее всего, поэтому он выключал. А я мёрзла. Под двумя одеялами я спала в пижамах, иногда даже в кофтах, иногда каким-то пледом укрываясь. Было холодно, но плесени не было, потому что все окна, в принципе, были непродуваемые. То есть они были хорошо плотно сделаны. В чём проблема в английских домах? На примере моего следующего дома, в котором я жила уже, снимая квартиру, студию, это был старый дом. То есть вот такие типичные дома. Как раз-таки у меня был обзор на такое пятиугольное окно на первом этаже. И вот это окно полностью продувалось. Мало того, что оно полностью продувалось, там ещё в самом стекле был устроен так вентилятор, чтобы она ещё и проветривалась. А квартира была огромная, ну как сказать, 25 метров. Где-то комната такая, студия у меня была, ну и маленький туалет. Студия с кухней вместе. Ну и чтобы вот как раз, пока я готовлю, это всё выходило на улицу, как бы пары. Но я мёрзла с таким окном, и мне пришлось запихивать туда тряпки, заклеивать скотчем, вешать какие-то пледы на окна, чтобы хоть как-то себя подогреть. Потому что я перестала отапливать. Первый месяц я что-то пыталась потопить, и это мне вышло в огромные деньги. Ну ладно ещё огромные, ну как 7 фунтов в неделю я тратила на всё электричество. У меня всё было на электричестве. И батарея, и плита, и даже горячая вода. И вот только на отопление я тратила 7 фунтов в неделю. Я записывала все свои расходы. И в принципе это было нормально для меня. Хотя дороговато, потому что допустим в квартире в Мбелтоне я платила 15 фунтов за месяц. А тут лично я уже плачу за всё своё отопление. Я его практически не включала, экономила, и всё равно 7 фунтов. После того, как мой лендлорд сменил мне радиатор, это стало ещё больше. То есть около 60 фунтов. Я уже каждый день просто проверяла, сколько я потратила. За 1 час я тратила 1 фунт. И если бы я топила хотя бы 2 часа в день, 30 дней в неделю, я бы платила 60 фунтов за месяц. Это очень дорого для меня. И за 1 час не протапливалась вообще никак моя комната. Поэтому смысл было топить. Это надо было топить постоянно. И я бы платила там 400 фунтов, 500 фунтов в месяц. Нет, ребятушки. Я на это не подписывалась. И так очень дорого платила за комнату. Но об этом я тоже расскажу, как и почему. Поэтому отопления прошлой зимой у меня вообще не было. Единственное, что я сделала вывод и хоть как-то подогревала себе комнату, включая электрическую плиту. Потому что это было намного дешевле. Около 50 пенсов за 3 часа у меня уходило. И комната хоть как-то подсыхала. И немножечко становилось теплее. Что я делала? Я просто ходила в горячий душ на 5 минут. И сразу же ложилась в кровать под 3 одеяла в 2 пижамах. И практически с головой укрывалась. Кроме того, я уже говорила, вместо штор я повесила пледы. Но все равно было очень холодно. Поэтому и в моей квартире, и в других малоотапливаемых комнатах и домах возникает плесень, и от нее приходится избавляться. Во-первых, надо постоянно протирать эту плесень, убирать. Мне помогало одно хорошее средство. Детол, по-моему, антимолт называлась против плесени. Когда ты побрызгаешь всю эту плесень, особенно она очень много ее возникало в ванных комнатах, потому что там большое испарение, и много паров шло наверх, наверх и весь потолок был в черной такой плесени. У брата, допустим, тоже там, когда у него уже жили квартиранты, окно было на улицу постоянно открыто, потому что много паров исходило после приема душа каждого. И вот окно было открыто, приходила какая-то влажность, и, в общем, плесень возникала постоянно. И мы вот этим средством постоянно брызгали. Через час-два все как рукой снимал. Даже оттирать не надо было, потому что она просто исчезала. Но средство очень мощное, очень химическое, так скажем. То есть, даже пока я просто забрызгивала, я вот так вот держала нос, глаза, старалась, чтобы ничего не попало на меня. Закрывала ванную комнату полностью и оставляла, пока там оно все выветрится на 2-3 дня. Вот, так что да, плесень есть. Если у вас в доме существуют постоянные сквозняки между вашим окном, то есть, окно надо полностью заделывать. Я, кстати, в своей студии, пометуя опыт из детского садика, по-моему, когда мы размачивали газеты и вот так вот ее скатывали и вставляли в щели между окнами, абсолютно все окна позаклеивала в своей студии. Но, так как в студии мне приходилось готовить, у меня тоже было испарение от каких-нибудь там кастрюли или сковородок. Поэтому пришлось все-таки центральное окно приоткрывать периодически, даже зимой, чтобы проветривалась комната, иначе там просто было нечем дышать. Вот, поэтому все равно было холодно и я очень мерзла в последний год своей жизни в Лондоне в той квартире, которую я снимала. Но у меня был очень хороший выход. Как раз-таки я же снимала квартиру рядом с домом, где жили собаки, которых я продолжала выгуливать. В той семье, в которой я когда-то была АОП. И эти люди, они стали постоянно путешествовать по бизнесу, уезжали куда-то на неделю, на две практически каждый месяц. И меня просили оставаться с собаками в их доме. Поэтому, когда было очень холодно, я была счастлива, что они уезжают, потому что я могла погреться у них дома. Иногда приходилось мерзнуть в своей квартире, иногда я кайфовала в их доме. В общем, вывод я могу сделать один. Если у тебя есть деньги, ты спокойно будешь жить в тёплом и уютном жилище в Англии. Если денег нет, придётся мёрзнуть. По поводу газовых компаний я не буду говорить. Я не могу разобраться, в связи с чем. У одной газовой компании очень дорогие расценки, у другой нормальные. Но, в принципе, так как вот отапливал свой дом мой брат, меня это устраивает. Если ты уходишь на работу, зачем топить полностью дом, если тебя не будет дома? Да, утром, прежде чем встал, можно даже на автомат поставить, чтобы оно за полчаса до того, как вы проснётесь, уже начинает отапливать, вы спокойно идёте в ванну, вы не чувствуете холод, одеваетесь и уходите на работу. После этого отопление выключается, и всё, и дома опять становится холодным. С улицы, когда приходишь в дом, чувствуется ещё, что дома теплее, естественно, на улице-то холоднее. И не надо, наверное, в первый час, после того, как вы пришли с работы, топить. Ну, если, конечно, не очень холодно. Я прошла такую спартанскую закалку. В принципе, это для меня ещё один плюсик, чаллендж, то есть вызов такой, который я прошла. И вот как раз такая закалка входит в традицию и в культуру англичан, даже из таких богатых семей, как королевская семья. Как раз-таки в той школе, где учились принц Чарльз и принц Филипп, в публичной школе Гордон Стоун на севере Шотландии, школа из себя представляет такое готическое здание, которое никогда в жизни не отапливалось. Спят они в этих зданиях с открытыми окнами даже зимой и даже когда выпал снег. И разрешалось им укрываться только двумя тоненькими одеялами. Это вот я прочитала из книжки Всеволода Овчинникова «Корни дуба». Он описывает это, как это было в 60-е годы и до сих пор такое существует. И я прошла, можно сказать, публичную школу Гордона в качестве закалки своего организма на холод. Когда у меня появилась возможность посмотреть сериал Корона по приезду в Россию, я вот недавно закончила его просмотр и когда я смотрела серию про то, как воспитывали Чарльза в публичной школе Гордон Стоун, как они проходили такую закалку в плане унижений и оскорблений, я, конечно, через это не проходила, а вот в плане холода и практически голода, да, я почувствовала, что вот оно, вот, это те тернии, через которые я прошла. Я горжусь тем, что мне удалось с этим справиться и, как бы, прожить в спартанских условиях, но имея возможность заниматься именно тем, чем мне хотелось заниматься, как бы думаю, о, так я примерно так же, как и принцы воспитывалась в этих английских условиях. Ну и мне это, как бы, даёт какой-то стимул, какой-то толчок, что я могу справиться с этим вызовом, я это сделаю. Для меня изначально было шоком, когда я видела маленьких детей в коляске с голыми ногами, то есть, по Лондону это обычное дело, люди в шубах, в шапках и в сапогах возят своих детей с голыми ногами в колясках и без шапки. Ребята, если вы увидите такое чудо в Лондоне, не пугайтесь, это нормальное дело. Я понимаю, сколько мамочек сейчас будет говорить, что как такое может быть? Реально это происходит в Лондоне. И это типичное дело, это традиция, это культура. Они не мерзнут, они ходят в школу в шортиках с голыми ногами зимой, в туфлях, без колготок. Часто я видела девочек в коротеньких юбочках. Все это у них с детства идет такая закалка. Поэтому зимой, когда мы мерзнем в шубах в их стране, они спокойно ходят в свитерах и в каких-то легких кофточках, пиджаках, ну и таких легких-легких курточках. Поэтому одевайтесь теплее, если вы пойдете в Лондон зимой. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok